День, после которого мир никогда не будет прежним. Июньское утро 41-го года помнят все, кто был свидетелем того страшного сообщения о нападении фашистов на Советский Союз. Даже те, кому на тот момент было всего 4 года. Хотя детские воспоминания обрывочные, но очень яркие, говорит Раиса Беспятова. Мы ночевали, я помню, на полу спали, это школы, школы, и там крысы бегали, они голод чувствовали. И родители не спали, носы могли отгрызть нам. День памяти и скорби участники боевых действий, дети войны, блокадники и труженики тыла провели вместе. В Доме офицеров их приветствует губернатор. Николай Меркушкин отмечает, Куйбышев внес огромный вклад в победу в Великой Отечественной. Это и самолеты Ил-2, и артиллерийские снаряды, и топливо для военной техники. В этом году по распоряжению губернатора учрежден памятный знак «Куйбышев – запасная столица». Мы должны сделать все, чтобы эта победа в умах, в сердцах людей осталась навечно. Потому что это то, которое будет поднимать и дух, поднимать настрой, поднимать мощь нашего государства. И будет на этой основе, на основе этих примеров, этого примера, мы отстоим всегда и независимость нашей Родины, и обеспечим людям в итоге свободную и достойную жизнь. Для ветеранов в Доме офицеров дали концерт, где исполнили военные песни. Зрители в зале не остались безучастны и подпевают арсистам на сцене. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.